Для драматического эффекта мы позволяем себе несколько вольное обращение с великим сказанием о Ное и потопе. В ролях Кэрол Кейн, Марк Бейзли, Джонатан Кейк, Алексис Денисов, Эмили Мортимер, Сидни Пуатье, Соня Уолджер, Содом, 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 Содом и Джеймс Коберн в роли торговца. Художник Лесли Бинц, оператор Майк Малой, композитор Пол Гробовский, исполнительный продюсер Роберт Холми-старший, продюсер Стивен Джонс, автор сценария Питер Барнс, режиссер Джон Гил. Содом, вперед! Гамора, вперед! И сказал Бог Мною, конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Книга Бытия, глава 6, стих 13. Книга Бытия, глава 6, стих 13. А-а-а! Лот! Лот! А-а-а! Ной! Что случилось? Какой-то трус ударил меня сзади. Куда именно? Не могу сесть. А ты, Мика? Для меня все кончено. Повсюду смерть и тьма. Я всего лишь тень. Бросьте меня в помойную яму. Все кончено. Кто победил? Кто проиграл? Содом! 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 Тебе уже лучше, Лот. Я счастлив! Не живы. Ударь меня! Ударь! Смерть! Иди своей дорогой! Я проживу еще годы и годы. Ну что там, Ной? Так хорошо быть живым! Ударь меня! Вот в чем радость войны. Вино, женщины и... Заткнись. Песни. Впрочем, если вина и женщин много, можно и без песен. Останешься на Оргию. Меня тошнит от всего этого. Надеюсь, Бог поймет, что я всего лишь выполняю долг. Помогаю родному городу. А какой из богов? Наш бог. Но не бог Содома и Гаморы. Нет. К несчастью. А где он? Где он живет? Мне кажется, на земле, в море, в воздухе, он повсюду лод. Хотя никто его не видел. Это правда. И не слышал. Как сказать? Очень удобно. Как же ты пришел к этому своему богу? Сам не знаю. Ной. Ты мой самый старый друг. Я люблю тебя как брата. Но ты ведешь себя более чем странно. Не зря говорят, что у тебя не все дома. Передать жене, что ты вернешься через пару дней. Да, мне надо отдохнуть. Я ранен. Знаешь, мы ведь всегда вместе. Это лучше, чем каждый раз целоваться на прощание. Ты с твоей женой как два прыща на заднице. Идем со мной. Идем со мной. Ты шутишь. Береги себя, друг. Ты тоже. Куда он идет? Он же пропустит самое интересное. Ради чего все и затевалось. Странный тип. Он лучший человек на свете. Скажешь про него хоть одно худое слово, язык вырву. ШУМ Славная была резня. Жаль, меня там не было. Я бы прикончил одного-двух. Уж поверь. Теперь уж мы покончим с Гаморрой. Надо оставить кое-кого. Хорошие будут рабы. Богатая пожива для нас. КОНЕЦ Как-то из себя не ранили. Все обошлось, дорогая. Мы сошли, вы победили в великой битве. Победили. Страшно было? Долг или не долг? Больше не пойду на войну. Ты жив, остальное не важно. Я позову детей. Мальчики, посмотрите, кто пришел. Скорее. Сим. Папа, как это было? Папа. Скорее. Феофет. Отец, ты много убил? Хам. Как это было? Расскажи мне. Страшно было? А после победы вы пели и плясали? Ты убил сотни врагов? Никого я не убил. А что ты нам принес? Ты принес нам меч в подарок. Нет, ухо. Ты принес нам вражеское ухо? А может быть нос? Нет, ни у кого носа из Гамора. А мы украсим им очаг. Мальчики. Ведь отец прошел такой долгий путь, он устал. Дайте ему отдохнуть. Хорошо, мам? После поговорим. Скажите спасибо, что он дома. Ладно, отдохни, пап. Спокойной ночи. Всюду смерть и разрушение. Все думают, что так и нужно. Один я не прав. Нет, ты прав. Кто это? Кто говорит? Я твой Бог. Творец неба и земли. Это ты, Боже? Это ты? Да, это я, Ной. Но у тебя мой голос. Конечно. Я творец этого мира. Твой голос, мой голос. Мой голос повсюду. Слушай внимательно. У нас нет времени. Люди погрязли в грехе и разучились слушать. Лишь ты остался чистым и можешь слышать меня. Ты должен подняться на гору Топек. Гора Топек? Почему гора Топек? Я жду тебя на горе Топек. Тогда объясни моей жене, что я следую твоей воле. Я же только что вернулся. Потом она поймет. Ты должен мне верить, ибо я, Ной, избрал тебя. Меня? Но, Боже. Я говорил с Богом. Да? Я говорил с Ним, и Он ответил мне. Что Он сказал? Он велел подняться на гору Топек и говорить с Ним там. Надо же, правда? Наама. Бог говорил со мной. Это правда. Ты еще не рассказал нам о сражении, отец. Нам будет нечем похвастаться. Убийствами не хвастают, сынок. Ты что, не любишь убивать? Господь Бог не любит этого. Но все это делают. Поэтому Он так сердит. Это Он тебя сказал? Нет, я и сам знаю. А что ты знаешь о Боге? Почти ничего. Но больше, чем другие. Ты должен гордиться, отец. Вспомните историю о мальчике. Он был такой гордый, что превратился в жужжащую пчелу. Все шумел, жужжал. А вот и я. Не встань. Попался. Ну все. Хватит валять дурака. Давайте работать. Давайте. Давайте. Ной, жена Лота. Где мой муж? Вернется с войсками. А почему не с тобой? Его ранили. Ранили. Ох, ранили. Ну надо же. Лишь бы только домой не идти. Когда собирали войску, он самый первый пошел. Не успели ему и слово сказать. А он уже ответил «да», и тут же исчез. И не думай. Я ведь знаю, кто его лучший друг. Вы всегда заодно. Не стоит ругаться с моим мужем. Ругаться? Я никогда не ругаюсь. Я вспыльчива, но никогда не ругаюсь. Мама, поэтому Лот не хочет идти домой. Красавица. Сегодня я поднимусь на гору Топек. Чем раньше пойду, тем раньше вернусь. Никто не спорит. Если дело касается Бога, я никогда не спорю. Никогда. Ты всегда споришь. Бог или не Бог. Да, потому что я люблю тебя. Мальчики, идите сюда. Меня не будет пять дней. Помогайте маме и хорошо себя ведите. А что важнее? И то, и другое. Субтитры делал DimaTorzok Уже устал. Я слишком много съел. Наама хорошая жена, но плохой повар. Помню, как она закормила приблудного пса. Он даже встать не мог. И все же, несмотря ни на что, лишь один ее взгляд окрыляет меня. Эй, Господи! Это я, Ной. Я пришел. Я здесь. Господи! Я прошел долгий путь. Я здесь, Ной. Господи, я здесь, и я жду, как тебе обещал. Зачем ты велел мне прийти сюда? У меня плохая весть для тебя. Содом и Гамора будут разрушены. Содом и Гамора? Огнем и серой. Они осперняют мой взор. Мои творения, Ной. Лучшие творения. И все погибнут? Все. Кроме тебя, Ной. Возьми семью и покинь Содом. Но это наш дом. Немедленно. Но откуда? Я знаю, что ты есть Бог. Пожалуй, тебе еще рановато сомневаться. Тебе нужен знак? Не помешало бы? Спускайся с горы. Быстро. Иду. Иду. Ухожу. Субтитры подогнал «Симон» Этого достаточно, Ной? Более чем достаточно. Бери семью и уходи из Содома. Спеши, времени мало. И ничего нельзя сделать? Зачем? Это же мой город. Ты очень меня порадовал. Сможешь найти хотя бы 50 праведников? 50? Они взяли 10? Хорошо. Если найдешь 10 настоящих праведников, Содом спасен. Благодарю тебя. Осторожнее! Смотри под ноги, Ной. Смотри под ноги. Смотри под ноги. 50 в Содоме? Сошлись на 10. Мы должны найти ему 10 настоящих праведников. Один из них Лот. Я не назвала бы его праведником. Он хороший друг. И он кузен твоего мерзкого брата Абади. Наш родственник. Очень дальний. А как же его жена? У нее не язык опилай, и характер такой же. Она полна зависти и злобы. Она в жизни никому не помогала. Она его жена. Ладно. Уже двое. Хорошо. А что Натан? Да, Натан. Этот старый козел спит с девчонками. Очень юными девчонками. Может, лучше Иером? Иером спит с мальчишками. Может быть, и Еремия? И Еремия? И Еремия спит с женой Иешуа. Боже мой. Может быть, в Содоме есть истинная праведница? Да, да. Это... Нет, не подходит. Нет. А как насчет... Нет. Не годится. Прости. Прости меня. Все бесполезно. Прости. Нам надо собраться с мыслями. Два праведника у нас уже есть. Нужно обязательно найти еще восемь. Что у нас есть? Лот и его жена. Поэтому Бог и позволил мне выбрать десять. Он знал, что я не смогу это сделать, не обманув его. А об обмане он сразу бы узнал. Не задерживайся, дорогой. Я так и не смог найти десять праведников, кроме Лота и его жены. Да, и они мне не очень подходят. Тогда Содом и Гамора обречены. Они уже отмечены в книге. Уходи завтра до полудня. Ни ты, ни Лот, ни ваши семьи не должны оглядываться. Почему? Господи. Ты захочешь помочь обреченным на смерть. Не вздумай помогать и мной. Здесь ты бессилен. Почему мы уходим, мам? Люди нарушили Божьи заповеди, и Бог хочет их наказать. Зачем же люди разгневали Его? Они что, не боялись быть наказанными? Ведь вам трудно вести себя хорошо, и людям трудно. А исправляться они не хотят. Но если Бог создал людей, зачем Он создал их такими плохими? Не на все вопросы есть ответы, Хам. Но всё-таки лучше их задавать. Сегодня город будет разрушен. Что? Вы спасётесь, если сейчас же уйдёте. Я не хочу уходить. И не оглядывайся. Ной, кто сказал тебе... Бог. Некогда объяснять. Я никогда не врал тебе. Уходи. Ной, Ной! Не оглядывайся. Что нужно этому идиоту? Что это Ной так рано припёрся? Он мой лучший друг. Почему? Никогда не могла понять. У вас ведь нет ничего общего. Он единственный, кого я знаю, кто всегда радуется вместе со мной. Твой милый дружок бросил меня в чан с красной краской. И что? И что? И больше тебе нечего сказать? И что? Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Если бы ты посмотрел на меня во второй раз, я бы испугалась и убежала. Беда в том, что кто-то когда-то посоветовал тебе быть собой. Я ухожу. Уходишь? Уходишь? Ну и уходи. Куда уходишь? Ной сказал, что ночью садом будет разрушен. Оставайся здесь, если очень хочешь. Я ухожу. Я остаюсь. Прощай. Прощай. Идем, идем. Отстань. Что ты делаешь? Не хочу, чтобы нас обокрали. Но у нас нечего красть. А кто виноват? Ты мастер на все руки, а в доме шаром покати. Мама всегда говорила, что даже на самом дне ты будешь катиться вниз. Мама говорила. Да у нее такая огромная пасть, что она может нашептывать себя в ухо. Это семейная ссора или нам тоже можно? Куда это вы собрались? Мой муж говорит, что сегодня садом будет разрушен. Ты пьяный, что ли? Нет. Ло пьет лишь для спокойствия души. Иногда он так спокоен, что и шевелиться не может. Мика, Мика. Какой стыд. Даже эти над тобой смеются. Как я буду людям в глаза смотреть? Отстань. Пусти ты меня. Как ты мерзок. Куда мы идем, отец? Не знаю. Мы же не можем вечно бродить по земле. Господь, наша путеводная звезда, Он укажет нам путь. Скоро начнется. Сейчас Бог начнет их убивать? Не оглядываться. Я сказал, не оглядываться. Разве их можно удержать? Завяжи им глаза. Хам, иди ко мне. Что сейчас будет, мам? Я боюсь. И я. Держитесь за повозку. Хорошо. Держитесь за повозку. Почему это не оглядываться? Почему не оглядываться? Это безумие. Я хочу увидеть мой дом. Всего-навсего. Из-за тебя. Это из-за тебя мы потеряли все на свете. Не знаю, за каким чертом я на тебе женился. Но поздно горевать. Пусть все идет, как идет. Ты не достоин меня. Я работал до седьмого пота и мог бы жить гораздо лучше. Слушай, что бы ни случилось, я принимаю все как должно. А сегодня случится нечто особенное. Хотелось бы надеяться после таких передряг. Да здравствуют воины Содома! Дайте дорогу доблестной армии! 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 Ам? Помогите! Скорей, скорей! Началось! Началось! Точно, как сказал Ной! Хоть раз он оказался прав. Я попрошу у него прощения обязательно. Как ты думаешь, южная часть разрушена? Там, где большие дома? Они не замечали, нас вечно задирали нос. Я должна это видеть! Должна! Как я хочу это видеть! Нет! Нет! Я должна это видеть! Не смотри! Я должна это видеть, Лот! Эти богачи, они презирали нас! Не смотри! Они смеялись над нами, совсем как Мика и его жена! Не смотри! Они горят, горят! Я хочу это видеть! Нет! Вечно ты мне запрещаешь! Не даешь веселиться! Я хочу веселиться! 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 Это шум, Блин! Вы готовы? О, моя дорогая. Я же говорил. О, моя дорогая. 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 Толкайте, толкайте. Не останавливайтесь. О, моя дорогая. Полезли на гору. О, моя дорогая. 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 Ты не понимаешь? Ничего. Все в руках Божьих. Землю. Землю. Почему землю? Мы же торговцы. Что мы об этом знаем? Козлы да капуста. Вот и все. Герар! Добрый день, друзья. Вы прошли перевал? Прошли, друг. Вот, видишь, Мараб? Мы можем пройти. Не качай головой. Мы едем в Содом. Здесь плохая торговля, друг. Никто ничего не покупает. Нет, нет. Мы едем в Содом. Вот где много денег. Содома больше нет. Разрушен. Сгорел. Все сгорело. Бан! 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 Жизнь полна горести и печали. Иногда кажется, что лучше бы совсем не родиться. Вы хоть когда-нибудь видели счастливых людей? Кстати, как это случилось? Господь воздал им по грехам их. Так дело в религии. Не надо лезть в дела веры. Это не окупается. Меня интересует... ...только прибыль. Все зло в мире от того, что боги... ...не позаботились сотворить побольше денег. Денег, денег. В деньгах есть что-то... ...чистое. ...светлое. Я могу вам кое-что предложить, добрые люди? Все, что нужно для души и тела. Ленты, украшения, посуда. Игрушки, шляпы. Шляпы для всей семьи. Пошли. В Герроре очень жарко. Давно не было дождя. Вам нужны шляпы от солнца. Нет, спасибо. Красота. Как красиво. Здесь мы и будем жить по воле Господа нашего. Отдай, это мое. Десять лет спустя. Десять лет спустя. Десять лет спустя. До свидания? Десять лет спустя. Десять лет спустя. back Veers Elías 2008 года. Исп knock. Профимонтированная着 многое песни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Перед свиньями бисер не мечут. Они идут на свидание и не должны ударить в грязь лицом. Вы очень красивые мальчики. Будьте осторожны. Ни с кем не ругайтесь, но и спуску им не давайте. Я не про девушек, про соседей. Мы не хотим неприятностей. У нас их не будет. Они нас боятся, мы другие. Вы другие. Идите. Это храм Малея, бога дождя. У них есть боги на каждый случай. Только толку от них никакого. Посмотрите сюда. Наш бог не такой. У нас один бог. Один и единственный. Да, и легче так молиться одному богу, а не целые сотни. Знаешь, но и жизнь так чудесна и удивительна. Чудесна и удивительна. Ты всегда находишь нужные слова. А ты находишь слова в словах? Такие нежные, не слышные, а после них тишина. Ты дрожишь, дорогая. Это от страха. Я всегда боюсь, когда мальчики уходят в город. Здесь нас ненавидят. Куда все подевались? Здесь нас ненавидят. Здесь нет. Здесь нет. Кто там? Кому надо? Кто это? Сим. Не стой здесь, входи. Что происходит? Руфь! Руфь! Ох, детка. Что случилось? Где Руфь? Ох, хам. Где? Где Руфь? Они украли мою девочку. Кто украл? Жрецы из храма. Я сейчас. Я больше не увижу мою девочку. Придется драться. Нам нужна помощь. Нам нужен отец. Нет времени. Он придет. Он знает, что нужен нам. Молей, 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 молей. Я... Я забыл. Что мы должны сделать? Принести непорочную деву в жертву богу дождя. Зачем? Дождь. Зачем еще дождь? Совсем спятил. Нам нужен новый верховный жрец. Дождь? Да, конечно, дождь. Это же малышка Руфь. Почему выбрали ее? Других девственниц мы не смогли найти. Если бы у нас было время. Да, если бы и было. Их так трудно найти. Но я же знал Руфь еще совсем малюткой. Мы уже пробовали цыплят, овец, быков, и все напрасно. Здравствуй, милая. Как здоровье мамы? Пусти меня, я перегрызу тебе глотку. Пусти меня, я перегрызу тебе глотку. Сюда. Эта юная дева любезно согласилась выступить в роли главной жертвы. С благоговением посвящаем ее великому богу Малею. И пусть он не звергнет животворную небесную влагу на своих преданных приверженцев. Режь ее! Режь! Режь! Режь ее! Руфь! Режь ее! Руфь! Руфь! Убей девку! И остальных. Они чужие нам. Они безумцы. А ты самый безумный, как и твой отец. Так ты можешь, ведь я встречаюсь с твоей дочерью, Эсфирь. Я твой будущий зять. Папа. Убейте его! Стойте! Я стараюсь держать гнев в кармане, но если надо, выпускаю. Я его выпускаю. Отпустите их. Идите своей дорогой. Или что? Что ты сделаешь? Вы отнимаете нашу землю, наших женщин. Ваши нивы точнеют, а наши сохнут. Он колдун! И его убить! И ее! Убить! На моей стороне сила Божия. Это ложь! Хорошо. Взять его! Боже, твоя очередь. Он сделает с вами то же, что с Содомом и Гаморрой, только еще хуже. Что может быть хуже? Промазал! Где свет? Где луна? Что ты сказал? Ничего не слышу. Я слеп. Я глух. Где вы пропадали? Привет. У вас тут хорошо. Не то, что у других. Как вам удалось? Все дело в этой реке. А как же этот ураган в прошлом месяце? Все разрушило, но только не у вас. Это непонятно. Господь сбережет нас. Мы больше не будем поклоняться Малею и выбираем вашего Бога. Думаю, это разумно. Хотя он еще ничего для нас не сделал. Богу нужно время, чтобы узнать вас лучше, увидеть вашу искренность. Он очень сердится, когда ему молятся ради каких-нибудь выгод. Идемте. Идемте. Ты меня позовешь. Если они снова придут, ты меня позовешь. На этот раз я буду готова. Есть более легкий способ, Руфь. Тебя схватили, потому что ты девственница. Лишение девственности обеспечит твою безопасность. И не думай. Женщины говорят, что лишились девственности. А на самом деле, они всегда знают, кто есть кто. Конечно, ты будешь защищать свою честь до самого последнего вздоха. Но если между нами... Что может быть хуже смерти? Не надо. Говорят, в храме произошло чудо. Я-то сама не видела, а что такое чудо? Ну, это... Когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде, это чудо. Ты веришь в свободу воли, Сим? Приходится. Выбора-то нет. А почему ты спрашиваешь? Хочу знать. Ты совсем как я. Я всегда задаю отцу вопросы. Какие? Например, о любви. И что он говорит? Говорит, что влюбленные могут спать на острие меча. А где любви нет, и самая широкая постель окажется тесной. О чем ты думаешь, Иоафет? О тайнах. Ну, например, Например, Кого Бог создал раньше? Зверей или людей? И почему солнце не светит по ночам, когда это больше всего нужно? Мне приходят в голову такие мысли, как... Если бы у нас был мех, как у зверей, мы бы смогли обходиться без одежды. Так ведь? И еще почему бывает насморк? Да, я тоже об этом думал. Видишь, мы созданы друг для друга. Ной, тебе предстоит большое дело. Ты должен построить ковчег 300 локтей длиной. Что, что? Из дерева гуфер. Из дерева гуфер? Но я не умею строить. Ты не умел возделывать землю, но у тебя получилось. Но 300 в длину, 50 в ширину, 30 в высоту, это много? Не скажи. Я создал мир за шесть дней. Но как же я? Видишь эту палку? Да, вот эту. Возьми ее. Теперь черти. Что это? Я должен его построить. Что? Ковчег. Что, что? Ковчег. А что это? Корабль. Зачем тебе корабль? Это для Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Хам, твоя очередь. Хам, Все, мальчики, пошло. Вот он, вот он. Все вместе. Все вместе. Вода, вода, везде вода. Но пить ее нельзя. Куда, куда ушла вода. Исчезла навсегда. Чего тебе надо? У нас много работы, отец. Что толку? Все сохнет на такой же время. Вот почему мы здесь и развлекаемся. Так дешевле. Итак, еще раз только с чувством. Смеются все. Говорят, твой отец совсем рехнулся и стал очень опасен. Кто говорит? Ты огорчен? Конечно же нет. Значит, он рехнулся. Иногда он бывает странным. Он говорит с Богом. Значит, все дело в Боге. Это ваш Бог, но у него нет жрецов, нет храмов, нет извояний. Ему не нужны извояния. Никто не знает, как он выглядит, никто его не видел. И твой отец единственный, кто его слышал. Конечно, он сошел с ума. Ты что, серьезно? И это передалось детям. Господи, надо поговорить. Да, я слушаю. Когда надо построить ничек? Как можно скорее. Нам не справиться. Нас только четверо. Бросай пить. И все успеешь. Я не пью, когда работаю. Тогда найди себе помощников. Я искал, искал. Меня считают. Безумцем. Знаю. Придется помочь тебе еще раз. Будем очень благодарны. Мы ведь держимся только на вере. Мы даже не знаем, что мы строим и зачем строим. Но я тебя понял. Иди спать. Завтра у тебя будет тяжелый день. Да, Господи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты храпишь. Откуда это все? Не спрашивай. Что это за таинственные знаки? Они помогут нам сделать ковчег. Что они означают? Этого мы не знаем. Я знаю. Я знаю, куда ляжет каждая балка. Когда ты успел, отец? Вчера ночью. Бу-бу-бу, храп-храп, бу-бу-бу, храп-крап. Так это ты учился строить ковчег. Так? Давайте работать. Эй. И. Что это за Играет музыка. Мы хотим есть. Иофец, принеси хлеба. Чем сможем, тем поможем. Этого мало. Ты ведь не знаешь, сколько мы дадим? Так почему же вам мало? Нам всегда мало. Ной! Ной! Ты не узнаешь меня? Я Лот. Твой старый друг Лот из Содома. Лот, мать, это Лот. Спасибо за то, что спас меня. Здравствуй, Лот. Где твоя жена? Умерла. Сгинула. Как жаль. Такова судьба. Что с ней случилось? Она всегда называла себя Солью Земли. И вот она ею стала. Она превратилась в соляной столб. Вот. Ее палец. Чего мы ждем? Пограбим дом! Убьем мужчин! Изнасилуем женщин! Или наоборот. Кому-то из вас придется умереть. Ну и что? Уже нам не будет. Нет, Рувим, это мои друзья. Не хочешь, не надо. И без тебя обойдемся. Нет, Рувим. Я не люблю убить. Я этого не ожидал. Ты обманул меня. Застал меня врасплох. Но перед смертью я тебе кое-что скажу. Что же? Это... Да. Это... Да! Это... Да. Ну, ты слишком долго ждал. Уберите его. А обувь я беру себе. Лот, зачем ты связался с этими убийцами? Хотел выжить. Бог спас тебя не в пример другим. Благодаря тебе, Норк. Да, он спас меня, но оставил без работы, без денег. Лучше бы я погиб в Содоме. Ведь нищий все равно, что мертвый. Разве что еще дышит. Нет, нет. Я хотел жить честно. Но я умирал с голоду. И как все бедняки, смертельно страдал от своей бедности. Лот, ты был почти что праведником. Если даже ты стал таким, что же с остальными людьми? Лучше тебе этого не знать. Ты единственный честный человек из всех, кого я встречал за время странствий. Кто хорошо живет. Каким бы прекрасным был мир, если бы не ожесточились сердца. Но люди так жестоки. Строишь новый дом? Это ковчег. Что? Корабль. Корабль? Господь. Все думают, что ты сошел с ума, но мне-то лучше знать. Ты один не потерял разум. Знаешь, я бы тоже его чтил, не будь он так строг к соблюдению правил и законов. Могу подтвердить, он и вправду всемогущ. Ладно, пора в путь. Поехали. Садитесь на коней. Нам пора. Нама. Сим, Хам, Яфет. Удачи вам. Ной, я был рад тебя увидеть. В следующий раз поблагодари Бога за мое спасение. Мне очень жаль, но я этого не достоин. Поехали, поехали. Вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Проснись, Ной, ты ходишь во сне. Да, вот он. Смотри. Вот ковчег. Ковчег. Боже, ты сделал его. Да. Уже пора. Что пора? Содом и Гамора были предупреждением, но ничто не изменилось. Я больше не буду пускать огонь и серу. Я утоплю мир в своих слезах. Я буду лить их 40 дней и 40 ночей. Я затоплю землю. Я истреблю. Все живое. О, нет. Не надо. Боже. Послушай, я не понимаю. Создав нас, ты позволил нам грешить. Ты считаешь это ошибкой? У меня была надежда. Я думал, вы увидите разницу между добром и злом и сделаете выбор. Я надеялся, что люди послушают пророков. Боже, будь милосерден. Дай людям еще один шанс. Они не заслуживают быть сметенными с лица земли. Как бы они ни грешили. Слишком велики их грехи. И ничего нельзя. Сначала они ненавидели друг друга. Теперь ненавидят самих себя. Они сами разрушают мир. Я уничтожу его и создам новый. Этот уровень для птиц небесных и для тварей, по земле ползущих, подобных змеям и жукам. Я не люблю их, Ной. Не любила и не полюблю. Тебе придется привыкнуть на Ама. Скоро они будут нашими спутниками. А этот уровень для мелких пушных животных. А чем мы будем их кормить? Не беспокойся. Хранилище на корме. Не понимаю. Здесь будут жить звери. А где же будут жить люди? А наши каюты. На носу. Нет, остальные люди. Знаешь, я потом тебе объясню. Нижний уровень для крупных зверей. Они будут держать корабль. На плаву. Чтобы не опрокинулся. Бог не закончил работу, отец. Здесь нет руля. Все корабли должны иметь руль. Разве не так? Бог сказал, что ковчегу не нужен руль. Он сам нас победет. Мы будем блуждать по волнам. Блуждать по волнам. Слышите, братья? Мы будем блуждать по волнам. Блуждать по волнам? Блуждать по волнам? Перестаньте, пора за работу. Отец, почему он такой большой? У нас будут спутники. Птицы и звери. А мы их знаем? Животные. Много животных. Они уже собираются. Уж они тут такое устроят. А кто будет за ними убираться? Наверняка Бог не подумал о таких мелочах. От каждой твари он выбрал по паре. Они уже в пути. Ной, ты что-то от меня скрываешь? Почему Бог от каждой твари взял лишь по паре? Плодиться. Что, здесь? Нет, после потопа, чтобы населить землю. Что будет потоп? Не потоп. Потопище. Ты видишь воду? Ни капли. А животных? Ни души. Ты лишь протираешь свой жирный зад. И пьянствуешь. А урожай гибнет. Богатые пухнут от счастья. Бедные пухнут от голода. Здесь нет других богачей, кроме Ноя. Что-то я не пойму. Откуда такая вонь? От тебя. Иди спать, отец. Если мне надо будет знать твое мнение, я тебя сам спрошу. Кстати сказать, держись подальше от этого Ноя и его поганого отродья. Яфет. Что это за имя для мужчины? Яфет. 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 Бедняга. Неудивительно, что с таким имечком он вырос полным идиотом. Он не идиот, он мечтатель. А я говорю, идиот. Иди спать, Исфирь. Твой отец невыносим. Кто избавит меня от жены Мегеры? Пусть это будет Ноев Бог. Иди спать, грязный пьяница. Пьянство? Еще никому не вредило пьянство. Я уже сорок лет пью с самого детства, и ничего. Хорошее вино. Надо бы добавить. А он подходит тебе, Мириам? Они же мечи, люди их сторонятся. Но это даже удобно. Сойдя не все с ума, никто и не заметит. Все дело в их Боге. Мы говорили, что хотим молиться Ему. Но нельзя же молиться только одному Богу. Это ненормально. Не может быть один Бог на все случаи. Это же ясно. Богов должно быть много. Ты прав. Не может быть единого Бога у блохи и слонов. Или угрома и болезни. Они говорят, что может. В какой-то степени я восхищаюсь Ноем. Ему совершенно плевать, что о нем говорят. Его называют безумцем, а он лишь пожимает плечами и делает свое дело. А что бы ты сделал, будь у тебя возможность? Даже не знаю. Пошел бы бродить по свету. Посмотрел бы разные диковины. Смотрите. Смотрите. Какие огромные. Боже, что это? Да что же это? Какие большие. Смотрите. 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Ной, конец света наступит завтра. Я залью всю землю и смою все ее грехи навеки.